Нет, 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 ни за что не покупаете вот такой вот телефон, который я показал вам в прошлом видеоролике, ни за что, ни при каких обстоятельствах, только если вы абсолютно чукнутый, нет, и то не надо покупать. Если вы случайно с Бадуна не тот телефон купили, о, какие хорошие характеристики, наверное, 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 сегодня хорошая скидка на распродажи, даже если случайно нажали оплатить и вот протрезвели, нажимаете отменить, отменить заказ до того, как вам отправили. Только видеоблогер может оправдать покупку такого телефона тем, что, а я для того, чтобы обзор сделать, для чего еще-то можно купить такой телефон, только для того, чтобы купить его и сказать, никогда не покупайте, предостеречь всех тех, кто все еще верит в халяву, любит халяву, не берите. Некоторые зрители даже написали после распаковки, я даже не буду перечислять характеристики этого телефона, если интересно, можете перейти посмотреть. В комментариях написали, Денис, сделай, сделай, сделай обзор все-таки, но они, скорее всего, хотели видеть не обзор, а еще один видеоролик про телефон, повеселиться, скажем так, потому что трэш-обзоры всегда набирают много просмотров, но отдельный обзор на этот телефон даже делать не буду, это кошмар. Давайте просто перечислю все, что в нем не работает. Все. В нем не работает все. Ну, нет, ладно, Wi-Fi работает, достаточно стабильно работает. GPS глючит просто капец. Ну, координаты определяет по вышкам, но сам GPS, по-моему, тоже не работает. 5G, конечно же, здесь нет, связь нестабильная. Вот у меня в доме все телефоны более-менее ловят, даже в туалете есть одна палочка. У этого телефона даже у окна еле-еле что-то показывает, но показывает, что 5G-сеть. Да какая 5G, это тоже взломали. Дальше, знаете, что работает? Работает сканер отпечатка пальца. Я говорю конкретно вот про этот телефон, вот про этот, а не про тот, кто-то там где-то купил и делал обзор. Здесь работает сканер отпечатка пальца и можно прикладывать только тот палец, который отсканировал. Не любую часть тела, нет, не любую, только палец, который отсканировал. Так что, да, сканер отпечатка пальца работает. Камеры работают целых две. Посмотрите, сколько на задней стороне камеры, сколько вот здесь вот спереди. Но спереди, ладно, одна. На самом деле, спереди одна и сзади одна. Качество просто капец. Никакие 4К, конечно же, не пишет. Но максимум невозможно определить, сколько там мегапикселей, потому что сейчас можно программно сделать все, что угодно. И перепрошивают даже микроконтроллеры. В общем, я думаю, сзади где-нибудь, ну, максимум 12, может быть, 8. Спереди, ну, 0,3. Ну, может быть, чуть-чуть побольше. Еще раз говорю конкретно вот про этот аппарат. Но это все полбеды. Можно было бы, ну, звонит, звонит, можно было бы попользоваться. Тут стоят какие-то приложеницы там китайские. Два языка, китайский и английский, и русский. А нет, можно только русскую клавиатру поставить. А, еще один плюс. Прошивка. Прошивка новая прилетела за март, что ли. Представляете? А телефон, как он называется, я даже не знаю. OPCPX50 тут написано. Полное название. Тут вот в настройках написано какая-то там просто прошлогодняя дата. В общем, телефончик прошлогодний, вообще не новенький. Думаю, обзоры в интернете тоже есть. Ссылку я на него даже размещать не буду. Так вот, русский язык. Можно поставить клавиатуру, но русской прошивки нет. И только на китайском, при том, что на одном китайском. Обычно, когда китайцы делают, там как минимум две китайские прошивки. На упрощенном и, в общем, на двух китайских. Их же много диалектов. А тут, в общем, на двух языках. Но, но это тоже все фигня. Пытаясь куда-нибудь зайти. Не важно, в браузер, еще куда-то. Какие-то приложения начинают скачиваться. Что-то устанавливается. Я уверен, что здесь сразу в прошивке 10 вирусней всяких разных стоит. Ну, я не знаю, отсылаются сейчас смс-ки куда-нибудь там на платные номера или нет. Но трафик точно прокачивает. Тут не удивлюсь, если здесь еще и майнер какой-нибудь стоит. Вы запускаете так телефончик. А он вам, не вам, не вам, не вам, не вам, производителю этого говна майнит, майнит, майнит денежки криптовалюту. Конечно же, ну, биткоин там. Какие сейчас еще есть? Чайна коин. Говно телефона коины, может быть, тоже какая-нибудь там есть конвертация. Дальше, дальше. Смог я установить Antutu. Тесты вы видели во время распаковки. Antutu работает, как ни странно. Сейчас уже Antutu нет. Я тут уже все снес. Я уже столько. Я уже даже Play Store поставил. Но ничего это не работает. Только Antutu запустилось. И приложения, которые тут стоят. Вот они работают. Так вот, Antutu запускаешь. Там тест, в принципе, неплохой. Конечно же, не тот Snapdragon, который, а какой-то MTK. Может быть, еще... Ну, ладно. На самом деле, к MTK я нормально отношусь. Ну, что-то, в общем, слабенькое, слабенькое, слабенькое здесь. Мне зрители написали, поставь по BG, не стави... Ну, не-не-не. Ставится, ставится по BG, не запускается. CPU-Z утилита ставится, запускается, показывает 4... Нет, 8 ядер, по-моему. Но она запускается на 1 секунду, а потом быстренько скрывается. Возможно, это был скриншот, вообще нереальное определение. В общем, все, что я сюда не ставил, ничего не работает. Play Market не работает установленный. Через 2 или 3 способа я попробовал. По BG не работает. Antutu работает, но его явно обманули. Но, когда там вот нажимаешь, проверить мое устройство, именно результат сказать, что это вообще такое. Там написано, это фейк, это фейк. Пожалуйста, отдайте этот телефон назад продавцу. Прям запихайте ему в глотку, вас обманули. Меня не обманули, я отлично знал, что это фейк. Купил только ради того, чтобы вам показать и в очередной раз сказать. Не покупайте такое. Как бы это дешево не было, не покупайте. Теперь про продавца. Продавец, конечно, это еще тот, чевырла. Сразу, там же 12 гигабайт оперативной памяти. 12 гигабайт оперативной памяти здесь должно быть за 512 накопитель. За 100 баксов. Мы ему скриншетики присылаем. Смотри, нету. Он такой, да нет, нет, есть это, тесты глючат. Все есть, не гоните. Это именно тот телефон, который вы купили. Там подешевле модели есть. Вот там за 8 гигабайт оперативной памяти. А здесь точно 12. Мы такие, да где гонишь? В общем, после того, как я еще с ним побаловался, нам нельзя было сразу быстро на него наезжать. Потому что, ну, блин, он бы сразу возврат настроил. Я бы не успел вот покопаться с ним почти неделю. Потерянное время, на самом деле. Очень жалею, что на него неделю убил. Убедиться, что он такое говно. Только не разобрал я его остальное. Софтово попробовал все. Так вот, че, 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 че я хотел сказать? Так вот, потом все-таки мы ему пишем заяву. Это на Таобао куплено. Я уже сказал, ссылку даже размещать не буду. Скорее всего, к тому моменту, когда вы смотрите этот видеоролик, магазин уже закроется. Потому что они открывают, закрывают, открывают, закрывают. В общем, подали заяву, что не соответствует техническим характеристикам. О, сразу же звонок. На китайском, конечно же. Хорошо, рядом китаянка была. Да, здравствуйте. Да нет, ваш телефон какашка. Нет, это все неправда. На той стороне. Мы вам деньги не вернем. Хотите вернуть деньги за наш супер-супер телефон, который все-все правда, никто вас не обманывал. Вы, пожалуйста, поставьте, что, например, вам цвет не подошел. Вот так как вам цвет не подошел, мы можем заменить его. А то, что мы вас обманули, мы его заменить не можем. Будете с вот этим вот цветом, который вам не подошел, сидите дальше. Но вот, 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 через минут 30 придет курьер. Единственное, что мы потеряем, это вот я неделю потерял баллы с ним. Ну, неделю, конечно, я там несколько часов посидел. Тут было понятно все прям при распаковке. И потом еще, а вот, а вот реально неделю бодались с этим носорогом, который на самом деле знает, что делать, но прет на пролом все равно, втирая, что вот это вот все говно, на самом деле, там у него указано, стоит почти 200, 2000 юаней. Ну, он такой щедрый, продает дешево, а мы тут еще и недовольны. В общем, курьер скоро придет. Единственное, что мы потеряем по деньгам, это возврат назад. Потому что, если бы мы вернулись, что нас обманули, мы бы, ну, если бы продавец не начал там быковать, я уверен, что Таубау, скорее бы, стало на сторону продавца. Потому что они все это отлично знают, все это всем известно. Просто рассчитано либо на лохов, либо на видеоблогеров, как я. Ну, нет уже столько видеоблогеров, как я. Соответственно, вряд ли у него много там купят, а там продаж то ли 6, то ли 8 тысяч. То есть 8 тысяч человек, как минимум, на описание этого товара купили вот это вот. Все, 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 забудьте. А для того, чтобы показать еще немножко другую сторону вот этого вот всего барахла, мы заказали еще один телефон. Да. Вот так он выглядит. Знаете, чем он интересен? Скорее всего, в описании этого товара нет обмана. Там честно написано, что слабенький процессор, не очень хорошие технические характеристики. Ой, он еще и старье 2019 года. 16 гигабайт накопитель всего лишь, а не 512, как вот здесь вот. Но, скорее всего, это все правда. И, скорее всего, 4G нормально работающий. И он маленький-маленький. Он мини. И в два раза дешевле, чем тот, который я вам только что так красочно описал. О, что говорит? Клавиатура требует доступ к контактам. Разрешить контакт. Тут все приложения хотят GPS, контакты, смски. Все хотят куда-то что-то отправить, что-то сделать. В общем, в следующем видеоролике по вашим многочисленным просьбам. Распаковка и первые тесты вот этого вот. Если окажется интересно, если не обман, и реально вот это стоит 4000 рублей. Если вам понравится, тогда будет нормальный полноценный обзор. А не трешак вот на этот трешак. Итак, сегодня 12 мая. 12 часов. Поздравляю вас с этим. Какая красивая, как это, такая ровненькая циферка. Прям, прям это намекает на то, что сейчас придет курьер. Это все надо отдать. А это начинать обозревать. Извините меня за мной внешний вид. Я должен был. Я обычно выгляжу как чокнутый бомж. А сегодня надо было особо чокнуто бомжатно выглядеть. Спасибо, что вы смотрите видеоролики на канале GadgetLetnik.com. Рекомендую вам посмотреть другие мои каналы DenlasTV. DenlasTV360. Там вы можете смотреть видеоролики в сферическом формате. То есть, не так, как вот сейчас видите мое лицо. Можете посмотреть любую сторону. Даже то, что за камерой находится. Сбоку, слева, справа. На картины, которые там сверху нарисовала моя дочка. В общем, добра вам, позитива, безглючных гаджетов. Не обманывайте сами себя. Халялы не существует.